Всем привет! У меня к вам небольшая просьба. На этой неделе я собираюсь запустить на BoomStarter проект по сбору средств, для того, чтобы мы могли завершить курс по LPI. Нужно подготовить и выложить методички, конспекты, домашние задания и тестирование. И вот успешной у меня эта компания будет только в том случае, если они узнают хотя бы там тысяч пять-десять человек из числа тех, кто интересуется Linux. Поэтому, если вы знаете какие-то ресурсы онлайн, оффлайн, неважно, где можно разместить информацию о том, что будет такая компания, бросьте мне, пожалуйста, в комментарии, я буду вам очень признателен. Чем больше народ узнает, тем вероятнее то, что у нас компания завершится успешно, и мы сможем все эти материалы выложить, и вы сможете по ним спокойно заниматься. А сейчас у нас будет занятие по аппаратной части, будем разбираться с процессорными технологиями в 90-м годах. Опять же, более подробные материалы вы можете почитать по ссылкам, которые я вам дам к видео. Я просто рассказываю вам так вводно и поверхностно, чтобы можно было поддержать беседу о процессорах и знать о том, какие все-таки они были, что из себя представляли, как развивалась у нас эволюция. Сегодня тема интересна тем, что мы будем говорить о разных архитектурах, которые полноценно стали развиваться в 90-х годах, и до сих пор некоторые из них существуют, некоторые не существуют, но если вы о них будете знать, это вам, безусловно, в плюс. До 90-х годов мы говорили в основном о CISC-процессорах. Я уже вам на прошлых презентациях каких-то говорил о разнице между CISC и RISC, скажу еще раз. Значит, CISC — это Complex Instruction Set Computing, а RISC — это Restricted Instruction Set Computing, то есть сложные, грубо говоря, и простые архитектуры. Интелское семейство x86, моторовские процессоры, соответственно, и клоны AMD-шные процессоров Intel, которые были в 80-м году, они все имели архитектуру CISC. При этом технологии на тот момент уже достигли своего потолка, больше транзисторов напылять не было возможно, процессоры стали сложными, дорогими в производстве, и поэтому нужно было придумывать, как наращивать производительность, не упираясь вот в эти технологические ограничения. И один из интересных проектов, который этим занимался, был проект от Berkeley, который провели исследование существующих процессоров и выяснили то, что процессоры загружены, не то, что загружены, используют только малую часть тех инструкций, которые в них есть. В частности, они увидели то, что Unix использовал лишь 30% команд, которые есть в процессоре, да и вообще большая часть команд, которые есть в процессоре, они используются очень редко. Поэтому Berkeley хотели создать свою архитектуру процессора, которая была бы намного проще и содержала только самые необходимые инструкции. И эта архитектура стала называться RISC, то есть архитектура такая по строению процессоров, в которой есть только простые инструкции. Но вы на картинке видите, в чем разница между CISC и RISC, можете почитать сами. Первый RISC процессора, они не имели даже инструкции умножения и деления, то есть там все делалось через сложение и вычитание, что позволило очень успешно распараллелить команды и повысить тактовую частоту процессора, но это мы сейчас будем говорить уже на примере реального. Нужно сказать, что RISC против CISC это борьба была поставщиков Unix против Intel, потому что Intel был очень хорошо, выпускал свое 86-е семейство, делал свои процессоры сложные, CISC, и эти процессоры успешно использовались во многих системах. Соответственно, Unix прекрасно работал с RISC процессорами, и RISC процессоры на тот момент делали очень разные компании, есть очень много различных RISC решений, о них мы будем говорить. На картинке у меня Intel Itanium, потому что Intel Itanium это традиционный RISC процессор, классический, в котором есть только RISC инструкции. На сегодняшний день у нас уже разница между CISC и RISC сгладилась, потому что Intel выпускает CISC сложные процессоры с RISC простым ядром. Кроме того, даже если не говорить об этих гибридах, современные CISC и RISC системы показывают приблизительно одинаковые результаты в тестах на производительность, но там есть небольшая разница в зависимости от того, что именно вы делаете. Риск решений был очень много, один из вариантов таких решений это MIPS. Я внизу вам везде стал давать сокращение, чтобы понимали, что это значит. Это у нас микропроцессор с сокращенным набором команд, который использовал конвейер. Соответственно, это одно из решений RISC, отличается от классического риска тем, что тут у нас удлиненный конвейер. В дальнейшем товарищ, который придумал эту компанию, который основал вот этот MIPS, занялся выпуском процессоров MIPS, соответственно, и выпустил где-то в 1985 году первый коммерчески доступный RISC процессор. То есть первый коммерчески доступный RISC процессор, это процессор, который был сделан по принципу вот этому MIPS. На сегодня вот эта вот архитектура MIPS до сих пор еще используется, в основном в разных встроенных системах, иногда в смартфонах, в мужетизаторах, шлюзах, в игровых консолях, в частности, во втором PlayStation и в Portable PlayStation используется вот такой вот процессор с такой архитектурой. Еще одним RISC решением было интересное решение Spark от компании Sun. Spark процессоры, вы о них уже, скорее всего, даже слышали. Значит, изначально инженеры ориентировались на классический берклевский RISC, но в результате архитектура Spark была похожа больше на MIPS решение, то есть там был удлиненный конвейер и были свои заморочки при работе с регистрами. И опять же, вам ссылку да, можете там прочитать внимательно. Значит, первая архитектура называлась Spark V7, а потом уже это все стало развиваться, развиваться, развиваться. Сейчас у нас используется актуальный Spark V9. Его в основном используют в суперкомпьютерах, но есть тоже отдельные разные нюансы. То есть Spark это тоже RISC-овская архитектура от Sun изначально. В 1985 году далеком стали еще брать за основу архитектуру RISC и создавать процессоры ARM, то есть продвинутая RISC-машина, как вы видите из расшифровки. Они потихонечку развивались и были относительно простыми. В них было намного меньше транзисторов, чем в классических CISC-овских процессорах. Потребляли они очень мало энергии и были достаточно производительными. Кроме того, в конце 80-х годов к разработке этих процессоров присоединился Apple. Но при этом, когда ARM процессор уже достигли как бы такого статуса готового продукта, они уже не могли конкурировать с CISC-решениями в плане производительности, а в RISC-сегменте уже вовсю преобладали процессоры MIPS. И тогда они стали позиционировать свою архитектуру ARM как встраиваемое ядро, которое производитель мог использовать в своих процессорах за какие-то незначительные деньги. И эта политика стала успешной, ядро ARM стало очень популярным. На 2007 год у нас из 98% мобильных телефонов, которые продавались ежегодно, были оснащены именно таким процессором ARM. Кроме того, ARM у нас широко используется в огромном количестве потребительской бытовой техники, мобильных телефонах, камерах, консолях, калькуляторах, периферийных устройствах, дисках, маршрутизаторах и так далее. То есть эти процессоры, которые имеют низкое потребление и относительно высокую производительность, то есть они используются в мобильных каких-то устройствах, для которых этот фактор очень важен. Еще раз подчеркну, мы сейчас говорим о разных архитектурах процессора. Соответственно, не все операционные системы поддерживают все эти архитектуры. Но об операционных системах нам еще говорить потом-потом. Сейчас говорим только об аппаратной части. Это именно разные архитектуры процессоров, разный набор инструкций, разный принцип работы, разные встроенные заморочки. Подробности читайте по ссылкам. В 70-х годах еще IBM начала разрабатывать риск архитектуру. Но только когда она начала придумывать, концепцию разрабатывать, а мы сейчас говорим уже о 90-х. И тогда у нас IBM придумал концепцию Power. Это у нас оптимизация производительности на базе расширенной архитектуры риска, расшифровывается. По-английски я вам уже читать не буду. Они тоже опирались на Берклевский риск и в конце 90-х годов закончили разработку процессора и архитектуру для него, набор инструкций. Изначально этот кристалл Power, он имел индекс 1, Power 1, работал только в серверах и рабочих станциях от IBM. Но был очень сложным, потому что он состоял из различных чипов. То есть он был таким уже немножко устаревшим, потому что была многочиповая компоновка. Был один из различных микросхем, и все вместе вся эта плата составляла процессор, что было не очень удобно. Затем в 92-м году они все это смогли уже укомпоновать в один корпус, в один чип. И дальнейшее развитие этой архитектуры получило после того, как у нас Apple, Motorola и IBM вместе основали консорциум такой, AIM, и стали делать самые быстрые риск процессоры на рынке. И эти быстрые процессоры называли, соответственно, Power PC. Power PC изначально позиционировался как конкурент семейства x86 от Intel и был ориентирован на персональные компьютеры. И более того, он очень долго использовался в Apple Macintosh. На сегодня уже у нас Power PC не используется, но есть другие Power процессоры, Power технологии, Power архитектуры, о которых мы будем говорить, когда уже будем говорить о 2000-х годах и о современности. На сегодня у нас Power используется как центральный процессор в микрокомпьютерах, встраиваемых системах, рабочих станциях, мейнфреймах и суперкомпьютерах. То есть изначально IBM его как заточил под мейнфреймы, суперкомпьютеры и своей рабочей станции, до сих пор эта архитектура в принципе используется. Очень интересным проектом был процессор Alpha от компании DEC. DEC выпускала свои процессоры, но в 90-м году решили тоже делать свою собственную риск-платформу и в 94-м году выпустили Alpha. Alpha была очень крутым процессором, потому что у нее был классический дизайн, отлаженная работа блоков и он показывал такую относительно высокую производительность по сравнению со своими конкурентами. Основное применение этих процессоров это рабочие станции и серверы от компании DEC, соответственно, родные для них. Но постепенно Alpha, там было очень много серий, где-то к концу 90-х годов DEC стала банкротом и поэтому стала поглощена компания Compaq и больше эти процессоры не выпускала. Тем не менее эти процессоры Alpha, они у нас очень большое влияние на отрасль процессоров оказали в целом, потому что там работали очень интересные товарищи инженеры. Они придумали шину, разработанную специально для Alpha, которую потом к себе взяли производители AMD для своего процессора Athlon. Кроме того, они использовали очень много технологий, таких как встроенный контроллер памяти, межпроцессорная магистраль, которую тоже к себе затем забрали AMD. А современная технология гипертрейдинг, но она так уже современная, которая есть в процессорах Intel, тоже появилась изначально в Alpha. И что интересно, из HP в Intel перешло около 300 инженеров, которые раньше работали над Alpha и теперь работают над процессором Itanium. То есть Alpha производила очень хорошие процессоры, развалилась из-за того, что у них был плохой, видимо, менеджмент, после чего все их технологии стали применяться в других процессорах, а инженеры прекрасно устроились на другую работу. То есть исторически этот процессор был прекрасным. И что интересно, он был супер скалярным с конвейерной архитектурой. Мы говорили уже о конвейере, сейчас поговорим о супер скалярности. По сути супер скалярности, вы можете помнить из прошлой презентации такой же слайд, только там у нас было по одной строчке. Это у нас был с вами конвейер, который показывал то, что одновременно можно было запускать несколько команд таким образом, что процессор в каждый момент выполнял определенный этап каждой команды. Тут в принципе все то же самое, только у нас несколько потоков идет параллельно. То есть в обычном конвейере у нас параллельное выполнение команд возможно только если команда находится на разных стадиях обработки. А супер скалярные процессоры выполняют несколько команд в одном сегменте конвейера. То есть за один такт у нас параллельно выполняется несколько команд. То есть это еще более такое запараллеливание в выполнении команд. Для этого в процессоре есть специальные интерпретаторы, специальные блоки, которые понимают связаны ли между собой процессы, можно ли их запараллелить, распараллелить и являются ли команды независимыми. По ссылке на хабре можете почитать повнимательнее. Intel, как я и говорил, оставалась привержена своей технологии x86 и продолжала выпускать риск процессор. Однако у нас в 93 году вышел Pentium 5. Ну в смысле это был обычный Intel Pentium, который был построен на ядре P5. Он не был Pentium 5, он был просто Pentium. Это была супер скалярная архитектура, несколько конвейеров, все работало прекрасно. В 95 году как раз-таки Intel выпустил ядро P6, и это уже был переход на риск процессоры, таким образом, что процессоры остались цисковыми, но использовали риск ядро. То есть процессоры продолжали быть со сложной архитектурой, но у них было риск ядро, которое выполняло простые инструкции, тем самым повышало производительность. В тот момент появился у нас Pentium Pro, а затем они стали выпускать Pentium 2 и Pentium 3. Pentium Pro был не очень удачным, потому что это был 32-битный процессор, но, тем не менее, пользователи до тех пор еще использовали 16-битные операционные системы, и им никакого преимущества от Pentium Pro не было. Поэтому Pentium Pro провалился, и Intel решила переквалифицировать их в серверные процессоры, хотя изначально они предназначались именно для десктопов. В 97 году появился у нас Pentium 2, и тогда сразу произошло разделение линеек процессоров Intel, когда они стали выпускать отдельно серверные процессоры под брендом Xeon и низкопроизводительные процессоры под брендом Celeron. А в 99 году уже появился у нас процессор Pentium 3. Но все они 3 были, вот эти вот 3 процессора, созданы на базе ядра P6. Там еще интересная технология у Intel появилась MMX, которая позволяла мультимедиа протоки обрабатывать внутри самого процессора, и под этим знаком MMX Intel двигала свои процессоры, то, что вот мы придумали такую технологию. AMD у нас, соответственно, тоже не отставала, и очень долго пыталась сделать более мощный, чем у Intel, аналог процессора Pentium, то есть им нужно было побороть эту линейку Pentium. Они били-сбили сами, ничего не смогли придумать, и приобрели компанию NextGen, у которой была своя интеллектуальная собственность, и свой процессор, который был производительнее, чем и Intel. Однако после того, как AMD купила все-таки эту компанию и выпустила процессор, он по каким-то причинам оказался медленнее, чем Intel. Процессор постепенно оптимизировали, и под конец он семейство Pentium перегнал, но вот его неудачный старт сказался на самом деле на репутации компании. Соответственно, AMD для борьбы с Pentium-овскими ядрами P5 и P6 выпустила свои ядра K5 и K6. И если говорить о K5, то несмотря на то, что у них архитектура превосходила Pentium, сами процессоры уступали решениям Intel и не были хорошо распространены. Они сильно отставали. И K5 и K6 точно так же, как и Pentium-овское семейство, было суперскалярным, цисковским, с упрощенным рискидром. И на тот момент, в 90-е годы, у нас AMD смотрела на Intel и выпускала процессоры, которые, по идее, должны были превосходить Pentium-овский. То есть для того, чтобы бороться с Pentium-ом вторым, выполнен был кристалл K6-2. Для того, чтобы бороться с Pentium-ом третьим, была выполнена архитектура, была создана K6-3. И при этом основной акцент был сделан на том, что процессоры AMD уж точно немедленнее, чем процессоры от Intel, но при этом намного дешевле. Таким образом, если подвести итог, у нас в 90-х годах существовало несколько вообще различных архитектур процессоров. Некоторые из них выжили и дожили до сегодня. В качестве нишевых таких процессоров для суперкомпьютеров и для встраиваемых систем, некоторые компании разорились и ушли никуда, но, тем не менее, помогли отрасли процессоров двинуться вперед. На конец 90-х годов у нас с вами AMD и Intel шли нос к носу, можно сказать, и AMD постоянно смотрела за Intel и пыталась выпускать процессоры быстрее и дешевле. К концу 90-х годов, а точнее уже в начале 2000-х, была очень интересная борьба за 1 ГГц, какой производитель выпустит процессор первым, который будет иметь эту производительность. Но об этом мы будем говорить уже на следующем занятии. В целом, ваша задача запомнить то, что такие процессоры были, и в чем была разница между ними, где они применялись и какие были особенности архитектуры. Еще расскажу, почитайте по ссылкам поподробнее, если вам это интересно. Спасибо, что смотрели.